Центр национальных культур в Лазаревке – это центр притяжения не только любителей творчества. Он расположен на главной площади района. Здесь всегда много людей, тем более сейчас, когда сезон в самом разгаре. А это значит, что на площадь должно быть чисто. Больше всего вопросов вызвало состояние плитки. Глава потребовал немедленно очистить брусчатку от жвачки. Немало вопросов и к самому центру национальных культур. Летом именно здесь проходят концерты звезд эстрады. Посещают их в основном отдыхающие. Поэтому в здании также необходимо навести порядок. Также глава города обратил внимание на состояние дорог. Вообще в районе с начала года сделано много. Так готова улица Изумрудная. В ближайших планах у строителей доделать с обеих сторон бетонный лоток, чтобы полотно прослужило долго. Также заканчивается ремонт на улице Адоевского. Она будет отремонтирована полностью. По поручению главы города, по итогам обхода, будет отремонтирован тротуар на улице Колораж. Связано это, конечно, наверное, с финансированием. Хотелось бы в этой связи просто сказать, что уважаемые жители нашего города и поселка Лазаревского платите правильно транспортный налог вовремя, потому что на самом деле эта проблема в городе существует. И в том числе это и идет на ремонт наших дорог. Поэтому при наличии финансирования сразу же был отыгран контракт. И согласно условиям этого контракта работы будут закончены, я думаю, максимум в течение 10 дней. Далее Анатолий Пахумов с комиссией прошел по центральным улицам района. Победы, Лазарева и Адоевского. Осмотрели и набережную. Хоть районы утопают в зелени, некоторые цветочные клумбы остаются неухоженными, подчеркнул Анатолий Пахумов. Решать задачи по озеленению должно не только руководство города и района. Это и ответственность предпринимателей. Правила 10-метровой зоны никто не отменял. Есть правила благоустройства города Сочи. Они в полном объеме относятся и к вам. Это значит, 10 метров за ними ухаживает объект, который находится здесь. Объект не ближе. Это входит. Замечания коснулись и объектов торговли. Ларьки и палатки с улиц, часть из которых установлена незаконно, нужно убрать. А бизнесменам еще раз напомнить, свои объекты нужно держать в чистоте. Проведена колоссальная работа, которая сказалась не только на внешних качествах, но и на комфортности городской среды, потому что большое количество цветов высажено на сегодня в Лазаревском районе. Но хотелось бы сказать, что эта работа будет продолжаться. Мы будем создавать и улучшать те зеленые уголки, которые сегодня уже намечены. Это будет постоянная работа с предпринимателями. Вообще, за последнее время центр Лазаревки значительно преобразился. Во многом этому способствовала работа по приведению района к единому архитектурному облику. Это силами муниципалитета, конечно же. Будем просить предпринимателей, чтобы они наводили порядок на свои прилегающие территории, на основании правил благоустройства нашего города. Вот они обязаны это делать. Естественно, будем общаться, беседовать, рекомендовать им все привести в соответствие. Мэр отметил, что во время предолимпийской подготовки города, к сожалению, Лазаревскому району уделили меньше внимания. Но сейчас этой части города необходимо наверстать упущенное. Тем более, что Лазаревская остается одним из самых популярных мест отдыха у туристов. Поэтому все недоработки, на которые указал глава курорта, должны быть устранены в самый короткий срок. Далина Моисеева, Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.